Так, нарушаем! В смысле, что я сделал? Ну, вы не наклонились, когда проходили мимо людей, которые фотографируются? Ну, вы же понимаете, что никогда, никогда не помогает. Ах, молодой человек, ну по инстаграм-кодексу так положено. Нагнуться, хоп-хоп, пробежать, типа, все нормально, я пробегу сейчас. Да, и вообще, дайте-ка сюда свой телефон. Может, вы фотографию салюта с дня города в основную ленту выложили. Ага, давайте-ка, давайте. Часто в жизни случаются ситуации, которые не регулируются рамками закона. И чтобы спасти людей от этих незаслуженных страданий, на стражу придут они. Отдел по борьбе с инстаграм-несправедливостью. Девушка, с вами все в порядке? Что случилось? Вы понимаете, у меня охват, у меня цифры. Обычно мои публикации набирают по 5000 лайков, а сегодня 500. Разве так можно? Да, я понимаю, что вы хотите сказать. Да, я выкладывал пост во время максимальной активности в 6 часов вечера. Но и это не помогло. Так, 12-е, тут у нас код номер 3. Повторяю, код номер 3. Погнали. Погоди, погоди, погоди. Сейчас. Так, 12-е, тут у нас код номер 3. А, все, погоди. Эй! Согласно четвертому пункту пятой поправки, мы имеем право пользоваться вашим телефоном в случае кода 3. Благодарим за содействие. Чувствуешь этот вкус справедливости? Да. Но только нам нужно поставить еще 4000 лайков, а у меня уже большие пальцы не к черту. И как с этим СММщики справляются? Войдите, пожалуйста, я даже не заметила, как это произошло. Он просто... Вот он! Это он отписался от меня без причины. Кажется, у вас проблемы. Да вы сами-то видели, сколько нас торис выкладывает? Там вон, два пикселя, вот эта вот полосочка маленькая. Видели? Смотрите. Всем привет, хорошего дня! Ну вот, видите, у меня к тому же сейчас алиби есть. Я как бы отписываюсь от всех, ну, чтобы там соотношение подписки-подписчики было там поменьше. Ну, чтобы не выглядеть как магазин тортов, а так посолиднее, чтобы было как бы... Конечно. Мы больше к вам претензий не имеем, вы можете идти. Ну, а вас, мадам, ждут исправительные работы в виде 15-часового просмотра IGTV с Настей Ивлеевой. В Инстаграме официально запретили вайнеров с белыми рамками. Всем постам, всем постам! В районе вокзала обнаружена Инстаграм-нарушительница. Выезжаем! Так-так-так, старые знакомые. Ну, здравствуй, Лилечка. 19-96. Наверное, вы обознались. Стоять! Нам пришло оповещение о том, что вы взбесили всех своих подписчиков фотографиями с отдыха. Ну, это же всего лишь крыло самолета. Ха-ха, четыре крыла в сториз и два крыла в ленте. Ну, как здесь удержаться? Ведь у меня такой классный, безлимитный интернет 4G и тысяча звонков всего за 9 рублей в день. И вообще, вам не кажется, что я только что оправдала рекламную интеграцию? Так что комар нос не подточит. Так что, мальчики, адьес. Чисто. Ты знаешь, да, в последние 10 лет ситуация с подъездами улучшилась. Так, мы не из Москвы, зачем нам эта шутка? Ладно, спасибо. Вот сиди. Да. Не читает. Пора. А что мы ему скажем? Иду, иду. Что там? А, я Тимур Кизяков. Испокойся дома. Пришел брать у тебя интервью. Какой Тимур Кизяков? Ого, мое письмо прошло. Тимур Кизяков. Грязные обманщики. Как говорится, скажи друзьям, скажи знакомым. Вы обвиняетесь в тяжком нарушении. Не читаете сообщений, хотя сами постоянно онлайн. Ну, а это что у нас? А, это не мое. Это не мое. А, привет. Как ты там вообще? Короче. Голосовое сообщение длиной полторы минуты. Что ты за изверг такой? Но не беспокойся. Мы найдем достойное применение твоим очемелым ручкам. Ха-ха-ха. Сейчас нормально было? Или уже лишнее, пока все дома уже несколько раз мы повторили? Или нормально? Как считаешь? Я думаю, что нормально, потому что, в принципе, мне кажется, аудитория у нас достаточно. Всем привет! Это Громкие рыбы. Это конец ролика. Но это не повод его выключать. Потому что... Розыгрыш! Ууу! Соскучились по халяве? Наконец-то! В этом ролике мы показали современных героев, которые помогали людям. Но мы припрятали еще одного героя. Кто первым правильно напишет в комментариях, на какой секунде он появляется, получит 500 рублей на телефон. Ну и напоследок. Вы, наверное, думаете, почему так много упоминаний, пока все дома? Ты посмотрите, на что мы записываем звук, а? Ну не прелесть ли? Это похоже на камыш. Ха-ха. А вот и нет. Это похоже на рогоз. Потому что вот это вот камыш. А вот это рогоз. Вы об этом вообще знали? В общем, подписывайтесь на Громкие рыбы, ставьте лайки и участвуйте в конкурсе. Субтитры сделал DimaTorzok